Продолжаем наше безудержное веселье, и сейчас мы сделаем свой тип тайлов. Зачем нам это нужно? То, что мы размещаем на тайлмэпе, это тайлы, это не картинки, то есть у нас есть специальный объект тайлов, с которым связан некий спрайт, плюс некие настройки, и эти тайлы имеют один и тот же тип, но разные объекты. Это, думаю, понятно. И мы можем сделать свой тип тайлов, с которым будет в дальнейшем работать. Сделаем это следующим образом. Нам нужно определить специальный файл для этого. Мы создадим папочку CustomTileType, TilesTypes, наверное, типы тайлов. И создадим новый C-Sharp скрипт, который я назову FoodTile. Далее мы можем, соответственно, это будет что-то типа ScriptableObject классического, о котором мы не беседовали, но что является очень такой основной темой Unity, продвинутый, информацию о которой, я думаю, можно будет найти в продвинутом курсе по Unity, который обязательно когда-нибудь выйдет. Вы можете проверить факт наличия его в продаже, в каком-то либо доступе, просто зайдите ко мне в профиль на Udome и посмотреть, нет ли продвинутого курса по Unity. Итак, что нам нужно сделать? Нам нужно унаследовать некий класс от, не от MonoBehavor теперь, а от Tile. Чтобы это можно было делать, нужно подключить пространство имен, UnityEngine, Editor, TileMaps. И теперь у нас этот объект отвечает за, собственно, Tile. В иерархии наследования я не скажу точно, что он в итоге наследуется от ScriptTableObject, хотя это было бы крайне... нет, все-таки наследуется от ScriptTableObject, и скорее всего мы можем... смотрите, в чем дело. Есть юническая документация. Нет, давайте так. С чего вообще мысль идет? Мы хотим создавать экземпляры этого тайла внутри редактора. Когда мы работаем с обычным ScriptTableObject, мы делаем следующим образом. Мы добавляем меню CreateAssetMenu, да, с таким вот атрибутом, как MenuName, да, то есть это путь в менюшке для создания экземпляров этого объекта в контексте, вот именно Project, да, там Tiles, FootTile, да, и со случаями с ScriptTableObjectами это бы работало. Мы бы могли сделать что? Если мы хотим создать тайл этого типа, мы бы нажимали правой кнопкой мыши в любую папочку, Create, да, и у нас бы появлялся Tiles и Foot. И, собственно, это, кстати, работает, да, действительно создается новый тайл, да, какого-то странного типа нашего, в который мы можем воткнуть изображение, да, и который мы можем даже добавить к нашей палитре, да, что, кстати, несомненно. Да, и вот он отображается как-то вот так вот. Единственное, Foot, да, не Foot, я тут какую-то картинку другую выбрал, но отображается она как вот, все это дело как, нет, вот теперь нормально. То есть то, что мы выбрали, то отображается. То есть мы сделали, по сути, свой тайл, но пока без каких-то либо дополнительных настройок. Он просто имеет некий свой специальный дополнительный тип. Мне бы хотелось это все дело удалить. Я возьму редактирование моей палитры и попробую удалить, да. То есть у меня есть теперь новый тип тайла, объект этого типа, и мы можем множество этих объектов создавать. Да, пока что я его удалю. То есть мы так обычно поступаем с ScriptTableObjectами. Юнитивская документация же говорит, что нужно делать немного по-другому, ну и в их примере, да, немного по-другому. Тут есть отдельный метод, который вот все это делает за нас. Только тут что изменяется, что добавляется панелька для выбора, куда сохранять этот тайл, в чем не особо много смысла. Возможно, кстати, нет, нет, оно именно работает так же, да, правая кнопка мыши, create и так далее. Может здесь добавится еще что-то. Ну, суть в том, что в документации немножко другой пример. Мне обычно комфортнее именно так, да, что мы добавляем в контекстное меню, create, под папочку tiles. Сердечно, извиняюсь, не могли принять решение без меня, что мы сегодня будем ужинать. Итак, то есть такой подход, мне кажется, более лаконичный. Итак, у нас есть свой тайл, и что мы можем с этим сделать? Мы можем переопределить ряд методов Unity, да, стандартных, private, так, мне нужно ключевое слово, overwrite, нет, protected overwrite. Да, я могу определить, переопределить ряд методов Unity, у нас, которые мы наследуем на тайл, да, мы можем опять-таки обратиться к документации, мы можем переопределить метод, ну, они публичные, да, поэтому у меня в это дополнение не сработало. То есть, например, метод getTileData, через который мы можем сообщить, что рисовать Unity, да, то есть она, когда хочет рисовать тайл, она запрашивает у объекта этого тайла через getTileData всю информацию о том, что вообще там рисовать. Да, она передает позицию тайла, тайл-мэпу, в которой этот тайл находится, и в ответ ждет через модификатор параметра, через модификатор. ref передает нам ссылку на некий объект TileData, да, и мы должны его заполнить, ну, на некую переменную с TileData мы ее должны заполнить. Ну, суть в том, что мы через вот эту вот переменную, через этот параметр должны вернуть всю информацию о тайле, то есть его цвет, его спрайт, где он будет находиться, как он будет повернут, как он будет отмасштабирован, да, вот эти все трансформы. Вот, то есть мы можем это все переопределить, то есть в зависимости от какого-то кода что-то другое рисовать. Также есть метод refreshTile, который его позволяет подстраиваться тайлом, когда кто-то рядом даже что-то поставил. Вот, нам с этим пока что работать не нужно, самое главное, что мы определили новый тип FoodTile, и в дальнейшем он нам пригодится. Дело в том, что по этому типу мы будем сверять, что мы змейкой соприкоснулись именно с едой, да, и мы теперь должны что сделать? Мы на самом-то деле просто добавим FoodTile, добавим спрайт еды, то есть у нас есть некий тип FoodTile, при этом еда может представляться различными тайлами, да, то есть, ну, различными спрайтами. Это не факт, что это будет именно яблоко, это может быть что угодно. Также к объекту мы можем сделать что? Мы можем добавить, например, показатель того, насколько эта еда насыщает, да, FoodValue некий. Сколько еда добавляет сегментов в нашу змейку, да, и если мы добавим этот параметр, то мы в нашем объекте видим, что, увидим сейчас настройку этого параметра, вот FoodValue, да, я могу сказать, что вот обычное яблоко у меня один сегмент добавляет. Теперь я перейду в тайловую палитру, да, вот она. Вот этот тайл у нас почему-то остался, хотя нам, конечно же, абсолютно не нужен. Мы удалим также вот этот и добавим сюда наш тайлфуд. Вот он. Так, включу edit, да, и перетащу. Вот оно. Также мы зачистим нашу карту и разместим здесь новые типы, да, ничего визуально не поменялось, но под этим лежат большие изменения. Дело в том, что мы в дальнейшем будем брать с тайлмэпа информацию о тайле, и мы будем проверять, да, что если тайл вот этого типа, то мы сможем привести тип тайла, полученный тайл к этому типу, получить значение FoodValue, да, и как-то с этим совсем работать, да, и мы, собственно, это сделаем, когда напишем скрипт нашей змейки в следующей лекции. Ну, мы напишем сначала скрипт змейки, а потом все это свяжем с нашей едой.